МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале «Звязда» время информационного выпуска новостей. В студии работает Карина Агеева. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Уже на этой неделе, 10 сентября, стартует совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021». Республиканский автопробег – символ единства сегодня на Витебщине. Участники автопробега посетили более 20 населенных пунктов. Полтора миллиона доз вакцины против ковида прибыло в Беларуси с Китая. Из них 500 тысяч – это гуманитарная помощь. Сегодня православные верующие отмечают важный праздник – встретение Владимирской иконы Божьей Матери. Новополоцк по-особому встретил этот день. Перейдем к подробностям. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Максимова. Речь шла о предстоящей встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, которая состоится завтра, 9 сентября. Как отметил глава белорусского государства, ясно, что обсуждать будут ситуацию и в Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном. Влияние афганского фактора на Центральную Азию и Россию. Беларуси в стороне от этого не остались и не останутся. Я уже заявил о том, что будем придерживаться абсолютной линии ОДКБ по афганскому фактору. Ну и в союзе экономическом, и в союзе с Россией, конечно, мы будем ориентироваться на вас. Сейчас вам виднее, вместе с Россией, что там происходит. Вы, откровенно будем говорить, более подвержены тем событиям, которые происходят вообще на Ближнем Востоке, там, в Центральной и Южной Азии. То, что касается и Афганистана. Афганистан, ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это по Беларуси видим, как в центре его, по нам иногда непросто. Поэтому очень важно, что мы встречаемся и обсудить эти вопросы. В ходе встречи была затронута и тема сотрудничества спецслужб Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко отметил, что в этой сфере налажено продуктивное взаимодействие. И о сотрудничестве. Уже на этой неделе, 10 сентября, стартует совместное стратегическое учение Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021». Сегодня в Беларусь прибыла делегация во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Юнус Беком Евкуровым. Делегация приехала для участия в открытии учения, которое состоится 9 сентября. Стратегическое учение «Запад-2021» продлится до 16 сентября. Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают новые способы ведения совместных боевых действий. Участие примут почти 13 тысяч военнослужащих из Беларуси, России и Казахстана. Учения развернутся на территории четырех полигонов Беларуси и девяти России. В Витебском областполкоме кадровый день. Губернатор Николай Шерстнев принял ряд кадровых решений. Одно из них согласовано назначение Александра Мулеренко заместителем председателя Новополоцкого горосполкома по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ранее он занимал должность директора УКС Новополоцка. Также назначен новый директор сельхозпредприятия Новые Горяны Полоцкого района. В числе других кадровых решений глава Витебской области согласовал продление контрактов ряду заместителей председателя райисполкомов и директоров предприятий. Более сотни районов Беларуси в эти дни посещает республиканский автопробег «Символ единства». Сегодня патриоты Беларуси в Витебской области. В маршруте более 20 населенных пунктов северного региона. Докшицык, Лубокая, Браслов, Меры, Верхнедвинск. Старт движению колонны дан в поставках. Наша съемочная группа встречала участников автопробега в самом древнем городе Беларуси. Приветствуем вас на древней Полоцкой земле, под сенью Полоцкой Софии, на пути из Варяг в Греки. Просим пройти вас к колыбели белорусской государственности. Патриотический автопробег «Символ единства». Независимое государство с более чем тысячелетней историей. Участники автопробега «Символ единства» приехали в Полоцк, к стенам Софийского собора. Это уже девятая точка только сегодня. 3 сентября стартовал автопробег в Бресте. В сотни километров участники проехали по дорогам Гродницкой и Брестской области. Сегодня они посещают Витебщину. Эмоции от Полоцка просто переполняют, потому что на самом деле до слез, как выступали дети, настоящий праздник. И просто невозможно писать словами, потому что так нас еще не встречал никто и нигде. В каждом районе есть своя изюминка, каждый район по-своему хорош. От юга к северу меняется архитектура, меняется ландшафт, меняется природа, но везде остаются одни и те же люди, белорусы, добрые, открытые, яркие, которые с открытым сердцем, открытой душой встречают нас. И это не может просто не радовать. И здесь, в этом древнем месте, в Луфийского собора, такая замечательная, теплая, душевная встреча просто оставила неизгодимые впечатления. Каждый районный центр, у него есть свои достопримечательства, каждый уникален. И чтобы осмотреть все, нам нужно намного больше времени, конечно, чем 12 дней. Интересен момент передачи эстафеты от района к району, когда на границе районов нас один район провожает, а другой встречает, так сказать, передают из рук в руки. И совместные фото, люди общаются, радуются, остаются, беседуют. Это прекрасно, наверное, сделаем это традицией, потому что, ну, людям нравится, люди видят, что соседний район, зачастую белорусы, которые живут у себя дома, не бывали за пределами своего района. Да, то есть у нас прекрасная страна, у нас масса достопримечательностей, просто простых городков, простых площадей, которые люди просто не видели. Наша цель – показать белорусам, какая у нас прекрасная, замечательная страна. Для нас автопробег и тоже третий. Автопробегом мы выражаем свое единство с белорусским народом, и, конечно же, поддерживаем действия нашего президента. Вот, и для нас это очень важно. Мы к автопробегу присоединились очень давно, мы с первых автопробегов. Мы были в Минске на автопробеге, мы были в Полоцак-Ноуполоцак, когда был автопробег. Ну, это наша жизнь, мы должны все любить друг друга, уважать друг друга, мы должны быть вместе. 118 районов нашей страны автоколонна в преддверии Дня народного единства объедет всю Беларусь. В каждом районе участникам передают именной мешочек с дёрновой. Из этих президентов испекут один большой каравай. Финиш автопробега запланирован в Минске на 17 сентября, в День народного единства. Нынешней осенью белорусцы смогут вакцинироваться не только российской вакциной, но и китайской. В конце прошлой недели в Беларусь прибыл самолет из Пекина с противоковидным грузом. В нашу страну поступила партия из 500 тысяч доз вакцины против ковида «Синофарм», которая китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 миллион доз в рамках закупки. Доставку вакцины в специальных контейнерах позволили поддерживать необходимый температурный режим. 500 тысяч доз вакцины против COVID-19 на ответственное хранение принял «Белтоможсервис». Груз разместили на складах в отдельном холодильнике с температурой в 4 градуса по Цельсию. Также накануне в нашу страну поступило 250 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Вакцина однокомпонентная, ее рекомендуется применять в виде ревакцинации, вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и в большей степени для молодежи от 18 до 23 лет. Китайская вакцина и российская «Спутник Лайт» уже в скором времени поступят в регионы. К слову, на сегодняшний день в Беларуси прошли полный курс вакцинации более 1 миллиона 400 тысяч человек. Территориально в лидерах вакцинированных Минск и Гомельская область. Сегодня у православных верующих важный праздник – сретение Владимирской иконы Божьей Матери. По этому поводу во всех храмах страны проходят божественные литургии. Новополоск по-особенному встретил этот день. В приходе храма в честь иконы Божьей Матери и Нечаянная Радость совершили чин освящения. Церемония сопровождалась специальными молитвами в честь святых и мучеников Адриана и Наталии, под покровительством которых и находится храм. Считается, что с момента освящения престола ангел-хранитель надежно защищает это место. Одновременно с началом чина освящения в 8.30 в строящемся духовно-просветительском центре прошел молебен о благополучии нашего города. По его окончании верующие крестным ходом с иконой Божьей Матери Владимирская и Новополоцкая прошли от храма в честь святого Архангела Михаила по молодежной к приходу Нечаянная Радость. Завершился праздник всеобщей молитвой. На этом у меня все. Смотрите нас также в Интуб-канале телеканала «Звезда». Актуальные новости также в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее переду слово нашим коллегам с телекомпанией ВАИН-ТВ. Не переключайтесь, берегите себя и до встречи в эфире телеканала «Звезда». Это новости в форме. С вами Анна Чижелитов. Добрый день. На полигоне Ошелук белорусские летчики на истребителях Су-30СМ провели успешные пуски четырех авиационных управляемых ракет Р-27. Тренировка прошла в рамках учения «Боевое содружество-2021». К слову, данная модификация ракеты была запущена впервые. Она прошла модернизацию на отечественных предприятиях и показала высокие результаты точности. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в наблюдении за активной фазой совместного учения с боевой стрельбой. Десантники Беларуси и России провели совместное контрольное занятие с разведывательными подразделениями специального назначения. Особенностью тренировки стало выполнение прыжка с парашютом в черте города на ограниченную площадку. Активная фаза учения пройдет с 7 по 9 сентября на полигоне «Песочная» Ивановской области в России. В эти дни Беларусь отметит День танкистов. Министерство обороны организовывает ряд праздничных и тематических мероприятий. Показ военной техники, фотозоны, интерактивный тир, выступления кинологов и спортивные состязания. Победители конкурсов ждут призы и сувениры. Праздник пройдет 11 сентября в Парке Победы. Это были новости в форуме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях. До встречи! Минуты спокойствия, мгновения радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Мы знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова